Всем привет! Сегодня посмотрим на китайские подделки LEGO. Мини фигурки, как известно, самые ценные обычно в наборах. Коллекционеры их любят. Ну и китайцы выпускают свои. Причем, я бы не сказал, что они уж очень плохие. То есть просто дешевые LEGO. Но стоит знать, что это подделка. Вот серия, как я понял, S. Берем мы пингвина из Бэтмена. Коробок у меня, к сожалению, нет. Потому что в коробке это габарит, а габарит это профессионально. Самое главное, нет надписи LEGO на деталях. Что сразу говорит наш конструктор, не LEGO. Женг Ян. Это, как понял, производитель серии S. Полностью в разобранном виде. КОНЕЦ. Ну вот наш лего клон и собран, сравним его с настоящими лего фигурками, так, ну в лего во первых тут все как-то легче идет, здесь он зажимает предмет, очень туговато он выходит, здесь полегче, здесь прям он щелкает, ну ноги короткие, это специфика пингвина, в принципе принт кстати довольно неплохой у подделки довольно неплохо, либо с фигуркой повезло, либо не знаю, практически не отличить, и принты хорошие, и подделки и двигается все примерно так же единственное, что на оригинале здесь тоже написано лего под ногами надеюсь, нет то есть не для искушенного человека, который разбирается в лего, думаю, единственный способ определить подделка мини фигурка или нет, это как раз на ноги посмотреть, потому что кисти все так же двигаются, голову есть еще одна серия, уже другая, она такая попроще, электро, здесь уже вообще фигурка собрана, сейчас получу, может есть не собрана, я купил пак из нескольких, вот тоже частично собран, это уже другая серия, к тому же коробка другая маркировка, и кстати принт здесь уже похуже, то есть здесь уже как бы более видно, что подделка, и тент попроще, для сравнения у нас имперские пилоты звездных войн без шлема ну мы видим то, что принт похуже, на ногах опять же, здесь есть лего, здесь нет лего, сзади кстати на подделках принт есть, а в штурмовике нет, это необычно, разницы помимо плохого принта в принципе больше нету, все так же двигается, подделки еще они хуже стоят на своих родных деталях, ну в принципе оно и не удивительно, и у него стык на голове, то есть видно вот прорезь, в легоцких фигурках этот стык не видно, если пингвина посмотреть, но у него он получше сделан, пусть тут уже нет такого стыка, так, подведем итог, в принципе лучше сразу смотреть на ноги фигурки, если есть надпись лего на ступнях, то значит оригинал, если нету, то скорее всего подделка S подделка мне больше понравилась, то есть я даже думаю вполне можно брать, если у кого-то лего в принципе дорогая штука, не у всех деньги есть на него Super Hero дешевле, солидный дешевле, это мне меньше понравился, потому что здесь уже хуже принт, здесь можно уже, ну даже в принципе мне кажется по первому взгляду определить, что не лего, ну несмотря на надписи я заказала несколько штук, вот так примерно выглядит Super Hero по Бэтмену в мою очередь еще одна из вот этой серии только ради коллекционеры вас конечно живьем сожжут, потому что оригинал всегда лучше, чем подделка или альтернатива самое главное, цена, ну лего, как мы знаем, стоит не дешевле набор из 8 таких фигурок стоит порядка 300-350 рублей, то есть где-то одна выходит по 40-50 рублей такая фигурка лего выходит, думаю, рублей по 100, в пакетики продаются отдельные фигурки, но не знаю сколько это пакетики стоят, но думаю от 100 рублей где-то ну, два-три раза дешевле получается такая фигурка, а оригинальной нету, решать вам вот и все, что я хотел сказать про лего и их, ну, назовем это не подделки, а, допустим, реплики или такие китайские конкуренты в принципе неплохо, если у вас нет денег на лего, вполне себе вариант, но коллекционным считаться естественно не будет мне пустоту мне пустоту мне пустот по-утизем Продолжение следует...